Судя по некрологам, дворники бесплепны. Автор станет нехто падше, а на. Все мы помним Великую депрессию в Америке из истории. Криминал, сухой закол, кланы. Тогда правительство не знало, что делать, и им пришлось принять решение и отдать по приватизации хозяйственной отрасли. В Советском Союзе это было невозможно, или возможно в кавычках, для определенного круга лиц. Но в целом собственник всего имущества в государстве была само государство, то есть была монополия. Америка в 30-е годы приватизировала отрасли, отсюда клановая система бизнеса. она уходит глубоко-глубоко в корни, в корни истории. Советский Союз создавал промышленный комплекс. Этот промышленный комплекс был рассчитан на 17 республик, если не начинается. Институты, колхозы, тяжелая и легкая промышленность. В момент приватизации национального достояния, люди покупали заводы, пароходы, фабрики. Условно назовем это 90-й год. Приватизация. Приватизация имущественного комплекса страны. Все, что можно потрогать. Механизмы существующие экономические. Люди, которые приватизировали, это были специалисты. Специалисты, которые закончили университеты, институты. Они были без специальности. Но в то же время, они находились в определенном информационном пространстве, которое говорило, давай, бери, хватай, хапай. Некий социальный гипноз. Над этим работали целые институты в Америке. В Европе. Они приватизировали имущественные комплексы. Станки. В 2008 год. Принятие четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Интеллектуальной собственности апостольских прав. Прошу заметить, здесь мы руководствуемся гражданскими правами тремя частями. Здесь вступила четвертая. Одна четвертая часть наших прав, которые мы сейчас не чувствуем, не замечаем, не испытываем на себе пока. Пока, потому что волна идет с пирамиды вниз. А это народ. Грядка. На которой сажают и снимают урожай. Государство приватизировало принятием четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации весь нематериальный актив Советского Союза. Весь, частичная весь, потому что это тот, который был доступен. Промышленники, которые имеют на сегодняшний день заводы-пароходы сталкиваются с тем, что их товар становится не продаваем. С затруднением реализации. Плюс старый имущественный фонд. Потому что он старел. Государство, само государство, государство это право. Право государства. Все, что находится на территории государства это его право. Человек подданный государству живущим по закону государства несущий ответственность по закону государства может никогда не вывезти не вывезти ничего за кордон. Потому что он сам надлежит государству. Декларация прав человека универсальная. Универсальная? Универсальная для кого? Собственники промышленности на сегодняшний день сталкиваются с задачей производить новый товар. но у них есть танки но нет права. Право производить чего-то нового надо относиться отнестись с этим вопросом к закону к четвертой части гражданского кодекса Российской Федерации которого никто не знает. В России на момент 2009 года было 1200 официальных специалистов в этом вопросе. Это патентно поверенно. 1200 специалистов на всю Российскую Федерацию. от Санкт-Петербурга до Владивостока. Патентно поверенный это тот человек который на протяжении определенного времени 20-30 лет чем старше тем у него больше опыт к нему приходит большее количество людей изобретателей научных деятелей которым следует регистрировать их промышленные права или авторские права на научные работы это те люди которые знают регион и его потенциал научный потенциал исследовательский потенциал научный исследовательский потенциал если перевести относительно экономики это нематериальные активы нематериальные активы это капитализация предприятия капитализация предприятия это увеличение ее стоимости за счет актива и его амортизации амортизация это минимизация налогового времени Продолжение следует...